Продолжается активная подготовка к проведению Бишкекского инвестиционного форума. Инвестиции в капитал наиболее приемлемы для бизнеса и финансов на развитии. Сегодня в программе специалисты поделятся секретами, как разговаривать с потенциальным инвестором. А вот куда нам всем необходимо инвестировать, так это в образование. Человеческий капитал – главное богатство страны. Но необходимо его не просто экспортировать как дешевую рабочую силу, а готовить так, чтобы кыргызстанцы были конкурентоспособными кадрами в нынешних условиях. Эфир продолжает еженедельный экономический обзор. Капитал, меня зовут Эссу Лути Кимбаева, здравствуйте. В первом полугодии объем прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан вырос. Согласно данным над Статком, она чуть более чем 8% по сравнению с прошлым годом. При этом напомню, что в 2016 год по объему прямых иностранных инвестиций Кыргызстан завершался значительным падением – более чем в два раза. Что касается года 2017, более трети прямых иностранных инвестиций поступили из Канады, в основном были вложены в Кумтор. Почти 40% инвестиций из Китая, большая их часть ушла также в проекты горнорудной отрасли. Пока поток прямых иностранных инвестиций в страну высоких темпов не показывает, большая часть инвестиций, как и прежде, идет в крупные проекты горнорудной отрасли. Как правило, такие производства добывают сырье и просто его вывозят, не создавая добавленную стоимость в стране. А значит, и экономика получает мало выгоды от этих инвестиций. А доля МСБ в ВВП страны составляет 40%. Это по официальным данным. С учетом теневой экономики, уверяет специалист, реальный показатель доли сектора малого и среднего бизнеса в ВВП может приблизиться и к 70%. С какими проблемами сталкивается малый и средний бизнес, привлекая инвестиции? Кыргызстанам институциональные инвесторы не интересуются. Для них страна, рынок неизвестный и маленький. Но даже в такой ситуации есть несколько инвестиционных фондов, которые пытаются привлечь иностранный капитал в реальный сектор. Они, не имея опыта здесь инвестирования, соответственно, считают Кыргызстан рисковым рынком. Вторая проблема – это все-таки Кыргызстан является, ну, все об этом говорят, Кыргызстан является небольшим рынком. И, соответственно, проблема масштабирования бизнеса, она еще не доказана, да, не апробирована. Инвестиционный фонд Highland Capital смог привлечь частные внешние инвестиции в три проекта малого и среднего бизнеса. В среднем сумма каждой сделки составила порядка 300 тысяч долларов. По словам Эльдана Усубакунова, на никому неизвестный рынок они смогли привлечь инвестиции только за счет доверия, репутации и хорошей аналитики, которую компания подготовила для инвесторов. Мы достаточно большое время проводим для того, чтобы проанализировать рынок, построить какие-то взаимоотношения, доверительные взаимоотношения с самими предпринимателями, потому что это очень важно. И после того, как мы уверены в предпринимателях, в первую очередь, во вторую очередь, уверены в рынке самом, да, в перспективе этого рынка и в перспективе самого бизнеса, мы это доказываем перед инвесторами. И инвесторы, доверяя нам, они, соответственно, делают инвестиции. Рынок Кыргызстана мало изучен, отсутствует достоверная аналитика – это одно из главных препятствий прихода профессиональных инвесторов, говорит руководитель консалтинговой компании J-Invest Дженни Джинишбек-Кызы. Ее компания оказывает консалтинговые услуги зарубежным инвесторам, в частности китайским. Очень много говорит, да, у нас сколько мед есть, сколько фасолов есть, но откуда вот эта полностью аналитика индустриальной есть у нас, это очень трудно. Потому что это даже на официальном дейтабасе, по-моему, очень трудно сейчас найти. Потому что, когда мы запрос делаем, каждый человек, они говорят, что они могут сами экспортировать и какие возможности, да. А если несколько таких людей, они говорят про это дейто, да, это значит, если некоторое дейто, может быть, overlap, то оно совпадается в одном. То есть у нас нет только объективного. 5 миллионов потребителей Кыргызстана – рынок не привлекательный для инвесторов, но преимущества выхода произведенных здесь товаров на внешние рынки могут привлечь внимание к стране. Например, статус ВСП+, который дает возможность беспошлино экспортировать на рынок еврозоны 6 тысяч наименований товаров. Из плюсов страны – соседство с Китаем и относительная близость с еще одним крупным рынком – потребители Индии. Но нельзя забывать об экономических и политических рисках стране, из-за которых даже местные инвесторы предпочитают держать свой капитал за границей. «Если мы сами боимся вкладывать в свою страну, то как можно ожидать прихода иностранных инвесторов», говорит представитель германского общества по международному сотрудничеству Асель Узагалеева, который работает в проектах устойчивого экономического развития. Кто-то чужой должен прийти и начать инвестировать, если сограждане сами не инвестируют. Потому что, да, возможно, значит, есть страх, есть риск, да, все боятся начать инвестировать в реальную экономику, да, скажем так. Тогда почему должен другой прийти? То есть мы должны сами показать своим примером, что в нашу страну инвестировать не страшно, да, это не будет какого-то там… Мы готовы сами инвестировать и приходите инвестируйте тоже в нашу экономику. Ну, примерно такой, наверное, позор должен быть со стороны нас же, с ограждан. Еще одно препятствие для прихода иностранных инвесторов – это объемы инвестиций, которые ищет местный бизнес. В большинстве случаев сумма ограничивается 100-150 тысячами долларов. Серьезные инвесторы ищут, как правило, проекты минимум на полмиллиона. Подготовка к Бишкекскому инвестиционному форуму, который пройдет уже по традиции в декабре, в активной фазе. И напомню, БИФ проводится в столице уже третий год подряд. Ваша идея. Ваша цель. Ваши действия. Результат. Бишкекский инвестиционный форум. Площадка, где достигаются ваши цели. Скоро. Бизнес – это серьезная игра. Нашим предпринимателям не хватает опыта в привлечении инвестиций. Во многих случаях бизнесмены не могут на должном уровне презентовать свой проект инвесторам и не готовы проводить аудиты, открывать потенциальному партнеру все свои финансовые карты. Однако привлечение инвестора в условиях Кыргызстана, пожалуй, самый эффективный способ найти долгосрочный и дешевый капитал на развитие или запуск своего дела. Как разговаривать с инвестором, к чему надо быть готовым и какие ошибки нельзя допускать при переговорах с инвестором, рассказал управляющий партнер одной из инвестиционных компаний Кыргызстана Эльдана Субакунов. Важнее всего быть предельно честным, как при составлении инвестиционного меморандума, так и при разговоре с инвестором. Помните, вы не сможете ничего скрыть от него. Уже в процессе диалога честность, открытость – это тоже предрасполагает инвестора. Это очередной положительный фактор. Следите за репутацией – личной и корпоративной. Инвестор будет изучать не только деятельность вашей компании, но и вашу личную репутацию. На определенном этапе они все равно будут делать так называемый свой due diligence, и они будут проверять все эти факты. Но не только инвестор проверяет вас. Вы тоже должны его проверять. Помните, что есть недобросовестные инвесторы. Очень важно тоже проанализировать, кому ты даешь данные. Очень важно проанализировать репутацию этого инвестора. Потому что, если мы говорим о прямых инвестициях, то это потенциальный твой партнер по бизнесу, компаньон, с которым ты должен быть комфортен дальше делать бизнес и растить компанию. И самое главное – хотите привлечь инвестиции в свое дело, будьте готовы впустить в него чужого человека и управлять с ним вместе. Инвестор должен делить не только прибыль, но и риски. Это и называется партнерство. Среди главных проблем бизнеса – кадровый вопрос. На рынке труда Кыргызстана сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, число выезжающих на заработки растет постоянно, так как многие кыргызстанцы не могут найти работу в стране. Но с другой – бизнес не раз заявлял о кадровом дефиците, о том, как сложно найти специалистов, необходимых работодателям профессии. Численность населения Кыргызстана – 6 миллионов 77 тысяч человек. Из них 2,5 миллиона – это экономически активная часть населения. Заняты 2 миллиона 300 тысяч человек. Число безработных – 201 тысяча или 8 процентов от экономически активного населения. Это официальная статистика. Точных данных числа безработных нет. И тот факт, что около 1 миллиона человек находятся в трудовой миграции, говорит о высоком уровне безработицы в стране. Но даже в этих условиях бизнес постоянно испытывает недостаток кадров, необходимых ему специальностей. В последнее время нехватка квалифицированных кадров специалистов с навыками уже затрудняет тот же процесс привлечения инвестиций. Многие инвесторы уезжают из страны, не находя нужных специалистов. Многие отечественные компании сегодня вынуждены привлекать специалистов из-за рубежа за большие деньги. Да, у нас есть инвесторы, которые строят завод. И, к сожалению, тех специалистов, тех инженерно-технического направления, к сожалению, таких специалистов нет, надо признать. Возможно, это стало причиной того, что свободного рынка, когда наши более высококалифицированные специалисты выехали за рубеж, чтобы, воплощая, используя свои навыки и знания, зарабатывать деньги. Еще немного интересной статистики. По данным Министерства образования, 42% населения Кыргызстана имеют высшее образование. Сейчас в Кыргызстане действует 55 вузов, в них обучаются 174 тысячи студентов. Но гораздо интереснее тот факт, что Министерством социального развития на рынке труда выявлено 31,5 тысячи свободных вакансий. В основном требуются кадры со среднепрофессиональным образованием. 235 профессиональных лицеев и колледжей Кыргызстана в 2016 году выпустили 16 тысяч специалистов. Эта статистика показывает, что в стране людей с высшим образованием гораздо больше, чем работников востребованных профессий. Родители думают, что все после школы должны идти в университет. Никто ничего не должен. Дети на Западе после школы, очень большой процент детей, они или идут на работу, или просто полгода не работают, ходят на волонтерскую работу, ходят на всякого рода практики, собеседования, курсы, для того, чтобы определить свои способности, чем они хотят заниматься в жизни. Айнура Сагенбаева решение этой проблемы видит в резком сокращении вузов и составлении рейтинга учебных заведений. В целом, нужны исследования, которые выявят, насколько совместимы потребности рынка труда и действующая система образования. В этом вопросе заинтересованные стороны должны вести консолидированную работу. Эти исследования должны проводиться постоянно, повсеместно, со стороны государства, со стороны проектов, которые поддерживаются международными организациями и так далее, со стороны бизнеса самого, ассоциации бизнеса и так далее. Эдовое, к сожалению, нет. Иногда проводятся исследования, но они, во-первых, разовые, и от этого ситуация никогда не поменяется, потому что нужна стратегия развития рынка труда и сферы занятости. Но бизнес, мы считаем, что мы представители бизнеса, мы должны четко понимать, что это проблема не только Министерства образования, это проблема вообще целого общества, потому что бизнес-среда во многом зависит от качества именно образования, общества в целом, со всеми вытекающими последствиями. Бизнес давно обращает внимание правительства на то, как пропасть между системой образования и потребностями рынка труда растет каждый год. И если эту проблему сейчас не решить, последствия будут серьезными, и бизнес уже привлекает рабочие кадры из других стран. Человеческий потенциал для Кыргызстана остается главным ресурсом. Сейчас страна его экспортирует в виде недорогой рабочей силы в Россию и Казахстан, но для конкурентоспособности, как кадров на местном рынке, так и страны на мировом, необходимо развивать образование. По мнению экспертов образования, Инор Челпон-Кулова, стране надо отойти от советской модели образования и перейти на либеральную, которая предполагает свободное развитие личности. Воспитание в ней необходимы сейчас навыков критического мышления, умения принимать решения и креативного развития. Существуют три основные модели образования. Это либеральное образование, академическое постсоветское, но постсоветская модель переняла гумбольдовскую немецкую, еще в XVIII веках образование, и азиатская модель. К сожалению, сегодня мы все еще идем по советской модели, академической модели образования. Плюс этой модели состоял в том, что обучение было сфокусировано на подготовке инженерных технических кадров для военной промышленности, потому что вы помните, что 60% экономики составляла оборонная промышленность. Именно в этой части коммунисты переняли немецкую гумбольдовскую модель XVIII веков, которая была именно сконцентрирована на технических специальностях. Если мы посмотрим социальные науки, туда мы включаем не только политические науки, лингвистику, но мы включаем и экономику. Все эти науки были подчинены, естественно, целям, скажем, идеологии. Но и методы, собственно, что значит модель обучения? Модель обучения предполагает кардинальные изменения концепции, методологии, методов, подходов в обучении. Даже, скажем, в технических вузах, несмотря на то, что там давались технические науки, тем не менее, они тоже изучали социальные науки. И в целом вот этот дух, вот эта атмосфера, вот этот подход в обучении, когда преподаватель, учитель является назидателем, условно, как я говорю, боссом, учащийся, ну будем обучающихся, подучащимися я понимаю как студентов, так и школьников, а учащийся он подчиненный. Вот это вот, оно же присутствовало и в технических вузах, то есть сама суть индоктринации, она проникла во все сферы, и в технические в том числе. И с этой точки зрения это огромный минус, и мы до сих пор вот отстаем от процесса, от процесса развития образования либеральных стран. Анюра, вот такая вот односторонняя подача в образовании, когда учить, когда нету контакта с двух сторон, да, когда все, что говорит учитель, учитель говорит, ученик обязан его слушать, делать все так, как говорит учитель, предполагает, что воспитывает не совсем свободных людей. Тем самым мы воспитываем несвободную личность, а миссия вообще либерального образования состоит в том, чтобы воспитать независимо мыслящую, критически мыслящую личность, ответственную, которая сама сможет находить пути решения проблемы. Сегодня этого нет, сегодня мы никак не можем сказать, что миссию наше образование выполняет. Мы это видим в реальной жизни, на практике. Вот вы сказали, что есть три модели. Первая модель это советская, то, что у нас осталось. Вторая модель либеральная, то, что вы говорите нам сейчас, да, подходит, я так понимаю. И вот третья модель, что мы что-то можем оттуда тоже взять. В основе азиатской модели послушание, дисциплина. И, соответственно, очень много уделяется времени индивидуальным занятиям, индивидуальной проработке вопросов и предметов. Считается, что студент сам должен как бы индивидуально готовиться. Азиатской модели следуют Китай, Южная Корея, отчасти Япония, потому что Япония, она совмещает как бы как азиатскую, так и либеральную модель. Но в большей степени, конечно, Япония склонна к либеральной модели. И, опять-таки, мы должны смотреть на культуру, то есть вот эти моменты учитывать, да, культуру, ментальность, исторический, географический, да, контекст. И мы очень отличаемся от азиатов. Я считаю, что все-таки мы больше евразийцы в позитивном смысле слова. То есть мы вобрали в себя как и европейскую культуру, так и азиатскую культуру. И плюс еще, вот наблюдая за нашими процессами, которые происходят сейчас вообще в Центральной Азии, Кыргызстан как-то выделяется из других, отличается и выделяется от других стран. И вот как раз-таки наша культура, наша ментальность, люди у нас очень свободолюбивые. Вот, я думаю, что все-таки нам больше либеральная модель подходит. И работая в сфере образования много лет, я наблюдаю за ребятами, которых сама готовлю, отправляю, и сама я училась. И те ребята с Кыргызстана, которые обучались за рубежом, особенно школьники, вы знаете, да, вот по школьным программам, они приезжают абсолютно другими. И они меняют свое сообщество в регионе, в аилах, да, то есть они влияют, да, в позитивном смысле слова. И я все-таки думаю, что нам подходит либеральная модель. Какие преимущества несет в себе та модель, которая, вы считаете, больше всего подходит? Для Кыргызстана, да? Да, для Кыргызстана. Ой, это огромные преимущества, потому что, опять-таки, во-первых, как я говорила, преимущество в том, что нам нужно все-таки воспитать свободную, независимо мыслящую личность. В советской модели, я еще не сказала, принято, ну, в советской модели образование предполагало еще и то, что информация, которая давалась учащемуся, она давалась как абсолютная истина. Это раз, да. Навыков критического мышления, ну, навыки критического мышления не развивались. То есть учащийся выходит, пересказывает заученный материал. Таким образом, он развивает навык запоминания и памяти. Но это не есть критическое мышление. Вот. А плюс либеральной модели в том, что учащемуся будет предоставляться выбор. Вот у нас сегодня нет выбора, согласитесь, да? Школьник приходит, он не может выбрать предметы. Ему навязывают эти предметы. Вот ты хочешь, не хочешь, учи. Именно этот один-единственный учебник по истории человека, общества и так далее. То же самое происходит и в ВУЗе. То есть вы приходите, и есть предметы, и вы их должны изучать. В либеральной модели есть выбор, да, есть обязательные предметы. Ну, так условно скажем, если за семестр нужно пять обязательных предметов, кредиты, то тебе могут вывесить список из 20 предметов, которые ты сам на свой выбор выбираешь, да? У нас этого нет. Даже вот этот момент предполагает, что человек уже учится выбирать, учится принимать решения, а что ему нужно, да? То есть либеральная модель, подход либеральной модели состоит в том, чтобы не предоставить этот материал как абсолютную истину, а дать много, скажем, разных предметов, а ты сам принимай решения. То есть вот научить этому навыку самому принимать решения, да, самому находить эти решения, да, самому выходить из различных ситуаций, это намного важнее. Это еще и, в общем-то, развивает навык креативного мышления и навык решения проблем. На английском это звучит problem solving, да? Ну и стандарты образовательные, они абсолютно поменяются, и либеральная модель обучения, она все-таки изучает потребности рынка, потребности работодателей, советуется с работодателями и работает в тесном контакте с работодателями. Наше образование, ну, к сожалению, если вот, ну, реально, да, судить, оно же оторвано. Оторвано от работодателей вот этой тесной связи, да, интеракции, взаимообмена, тесного сотрудничества с корпоративным миром абсолютно нет. Формально сейчас заключаются партнерские соглашения, чтобы приняли на практику, но это все формально. А если изменить эту систему, то работодатели, они будут очень тесным образом работать, и плюс они еще могут предлагать, как в либеральных странах, академические программы. То есть они сами разрабатывают эти академические программы по специальностям и сами их читают. И в учебную академическую программу обязательно входят стажировки. Академическая программа, она не состоит только из того, чтобы изучать, изучать предметы, но она состоит из того, что в рамках этих, в рамках этой программы стажировки, они интегрированы. То есть там очень много часов обычной работы. Ну, условно скажем, это стажировки, но на самом деле студент идет в компании, и он работает, это его учеба. Чтобы развитие было реальным и затрагивало абсолютно всех, надо ставить на развитие человеческого ресурса. В странах Запада образование уделяет все больше внимания, постоянно думают о том, готовит ли существующая система обучения детей к реальности взрослой жизни. Главным навыком 21 века называют критическое мышление. В Калифорнийском университете даже провели исследование и пришли к выводу, критическое мышление даже важнее уровня IQ. 244 участника проходили различные тесты на выявление уровня IQ и навыков критического мышления. Участникам задавали вопросы, как часто они сталкивались с плохими событиями в жизни. Чем меньше плохих событий в жизни, тем мудрее, эффективнее человек принимал решения, считают исследователи. У людей с более высоким IQ неприятных и плохих событий в жизни было немного, но те, у кого показатели критического мышления были высокими, успехов в жизни было больше, гораздо больше. Выводы ученых можно иметь скромный IQ и идти по жизни мудро, а можно иметь высокий IQ и допускать ляпы. Это вопрос наличия критического мышления. К слову, Финляндия, которая неизменно занимает в международных рейтингах по образованию в ведущие места, критическому мышлению как навыку сейчас необходимому обучает. Но даже несмотря на то, что образование в стране считается одним из лучших в мире, процесс обучения постоянно реформирует, стараясь менять его по требованию времени. Не так давно в школах Финляндии решили отказаться от предметов и учить детей по программе проблемно-ориентированного обучения. В стране обсуждали реформу образования, когда центральное место занимает не традиционные предметы, а определенные навыки и умения учащихся. Дети сами выбирают тему, которую хотят изучать, ищут информацию не только от учителя и из учебников, но активно используют технические средства и внешние источники информации, например, ученых или музеев. В одной из сельских школ в прошлом году таким образом ученики разбирались с теми миграции. Цель такой модели обучения – дать детям необходимые сейчас навыки, такие как способность к критическому осмыслению, опознание ложных сообщений. Это также и технические навыки, например, подключить принтер или установить антивирусную программу. Образование в Финляндии считается одним из лучших в мире, при этом все школы в стране государственные, нет частных и других элитных учебных заведений. Один из главных принципов системы образования в этой стране – равенство. Детей не выделяют по тому, кем являются их родители. Учителям запрещено это спрашивать. Учеников не сортируют по способностям и желанию углубленного изучения определенных предметов. Все дети равны. Школа обеспечивает учеников всем. Помимо бесплатного обучения, детей бесплатно кормят и организуют все внеклассные занятия, например, походы в музеи. Также дети в финских школах полностью обеспечены учебниками, школьными принадлежностями, ноутбуками или планшетами. Сборы с родителей на любые цели запрещены. В Финляндии школа учит самому главному – самостоятельной жизни для будущего успеха. Поэтому тут больше учат размышлять и самим получать знания. Учителя рассказывают о том, как искать ресурсы для поиска новых решений проблем. В школах нет экзаменов. Финны говорят, либо мы готовим к жизни, либо к экзаменам. Мы выбираем первое. Контрольные и промежуточные тесты учителя могут проводить на свое усмотрение. Существует один обязательный тест, который ученики проходят после окончания средней общеобразовательной школы. В школах обучаются тому, что пригодится в жизни. Интегралам не учат, но обязательно расскажут о системе налогообложения или как создать сайт на одном из интернет-ресурсов. К каждому ребенку подход индивидуальный. У каждого ученика свой план обучения. На одном и том же уроке дети из одного класса выполняют задания разных уровней сложности. И при оценке их не будут сравнивать с другими учениками, а только с их персональным уровнем. Все предметы одинаковы, нет углубленного изучения одного в ущерб другим, поэтому выпускники финских школ, которые, например, решили изучать физику в университете, садятся на уровень ниже, так как им необходимо пополнить свои знания. Но в Финляндии не считают, что та же физика может быть важнее искусства. Наоборот, единственным исключением для создания классов одаренных детей может стать склонность к рисованию, музыке или спорту. Профессия учителя в Финляндии считается очень почетной и хорошо оплачивается. Что же собрались менять в своей и без того передовой системе образования Фины? Решив, что существующая система перестает отвечать требованиям времени и недостаточно готовить детей к взрослой реальной жизни, в Финляндии заговорили о реформе образования. В августе 2016 года во всех финских школах методы обучения стали более интерактивными. Ученики теперь сами могут выбирать интересные для них темы и формировать курс обучения на основе этого выбора, пишет BBC. В процессе обучения становится важным способность самих учеников искать и привлекать новые технические средства или источники за пределами школы, например, посещение музеев или встречи с учеными. Эта модель называется проблемно-ориентированным обучением. Ее цель – дать детям не знания, а навыки, которые необходимы сейчас, в том числе способность критически осмысливать информацию, уметь отличать ложные сообщения. Профессор педагогической психологии в Университете Хельсинки Кирсти Лонко говорит, что в реальной жизни мозг не мыслит категориями отдельных предметов, поэтому, обучаясь, запоминая огромное количество фактов, дети не готовы к вызовам современности, таким как глобальный кризис, эмиграция, экономика, эпоха постправды. Я считаю, что была бы серьезная ошибка внушать нашим детям, что они будут жить в простом и понятном мере, и что если они заучат определенное количество фактов, то все будет в порядке. Мы хотим учить их думать, учить их понимать. Именно это и есть самое важное в нашей системе. Это также приносит учащимся удовольствие и ощущение полноты и счастья жизни, говорит Кирсти Лонко. Это был еженедельный экономический обзор «Кэпитал». Менее чем через неделю в понедельник смотрите новый выпуск на кыргызском языке. Что нового в мире бизнеса, финансов и рынков расскажет «Кэпитал». Следите вместе с нами за событиями экономики. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин